ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там всего лишь чиповочка будет. Этого вполне достаточно, чтобы у нас подъем был динамичный и вполне неплохой. В общем-то напомню, что у нас здесь дуга в 90 градусов. То есть вот тут в конце просто прямой отвесный угол. И, кстати, написали прикольную идею. Знаешь, какую? Что типа платформа, которая сверху есть, которая дает 100 баллов, сюда нужно аккуратненько заехать, а не вылететь. Типа если улетаешь вверх, то 90 баллов только тебе. Я так подумал, что это вполне окей. Интересная тема, потому что машины очень быстро едут. Да, и заселиться здесь, ну, крайне сложно. То есть это придется еще как-то вовремя по тормозам поражать. Поэтому такую тему мы, ребята, тоже с вами вводим. Проведем кучу подъемов, ребята. Тачки используем только из реальной жизни. Предлагаю попробовать использовать сегодня также байки. Правда, крупногабарит брать не будем. А у тебя форт какой-то, что ли? Что типа того? У меня ZL1. А Subaru? Прикольно смотрится максимально. Ну что ж, поехали. Давай сразу сходу. Ребята, давайте наберем 3000 лайков. Вот прям сразу ставьте, если хотите, чтобы данная рубрика выходила чаще. Ну и можете хэштег Дуга написать в комментариях, чтобы я понимал, что нужно топить. Нужно снимать ее, в общем-то, ну, регулярно. 280 еду. У меня неплохой, на самом деле, Камар-то попался. 170. Слушай, очень хорошо. Но самое интересное, что мы заметили. Тачки, которые очень медленные, даже чиповка 5% не спасает. Они как бы, ну, тоже едут так себе. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. 40. Слушай, я уверенно еду. У меня хороший зацеп. Я прям даже 85, надеюсь. 45. Так, давайте от первого лица. 80. Железно. Так, шлифанул. Где все? 85, братан. И все, моя остановочка. Моя остановочка. Очень быстро ехал, очень быстро остановился. Классиком. Так, где ты там? А, вон он ты. А, 64. 64. Почему 64? Нет. Просто. Привет. Так, окей. Ну, очень медленно, ребята. Едет, но есть зацеп. То есть, в чем прикол, в чем смысл, ребята, этой рубрики? Если у машины есть зацеп, машина поднимется очень хорошо. Даже несмотря на ее начальную скорость. Ты неплохо так шлифуешь, но я думаю, это твоя остановочка уже. Это 60. Давай, 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 давай. О, нет, нет, нет. Отдал заднюю, как говорится, поехал вниз. Неплохой первый заезд, ребята, это была жеребьевочка. По правилам все очень просто. Ребята, сейчас у меня будут три тачки у Димки две, потому что он чуть хуже заехал, чем я. В общем-то, окей. Ауди какая-то, кстати, Бугатти. Так, что оперстандартный не считается? Это то самое? Да, это то самое с винилом. Это очень быстро. Даже что по самолетам? Что меня самолеты преследуют? Так, а у меня BMW G20. Неплохая под капотом. Supra 175 не интересует нас такая. И Ауди какая-то. Тоже фуфлемицы на кусок. Что берешь? Вот такую непосредственно, ребята, Бугатти я беру. Ой, Бугать. Короче, ребята, беру BMW. Против меня чарджер очень хороший, мощный. Поехали. Это сотка, я думаю, стопроцентная. Вопрос только, засеивишь ты или нет. 400. Так, ёмо. 450, нет, 430 максималка была. Ну, это достаточно вполне, ребята, чтобы покорить дугу в 90. Понимаю. Самая беспонтовая я тебя не вижу. Поэтому пробы остановиться по чесноку. У меня происходит очень-очень скорость, чтобы, короче, на 40 сохраниться. Ну, вопрос, сможешь ли? Да, это нереально. Это сложно. Думаешь? Я на, получается, скольки тут в 90-х я вылетел. Я не смог засеиваться. Это нереально. А ты прям вылетел вверх, да? То есть ты не успел, не смог, да? Да, это нереально. Ну, ладно. Это, ребята, в любом случае будет такая пробная серия. Посмотрим. Ну, у меня просто не было тачки. Но я прекрасно понимаю, что происходит. Потому что если машина быстро, она прям вылетает. Поэтому оттормаживаться надо заранее. На это прикол, типа. Она немножечко под таким... Она прямая. Даже сюда немножко внутрь. Да, да. Но даже сюда внутрь. Ну, посмотрим в любом случае. Пока в любом, как говорится, раскладе тачка самая лучшая, которая сегодня была. Я чуть лучше твоей тачки еду. Но... Не шуя себе. Не, взял 65, да. Лучше, чем в прошлом раунде у тебя. Вот такая Бэха G20, ребята. Слушай, а зацеп хороший. Прокинь, еду. В начале, как бы, в любом случае, я вроде как отыгрался. Это не может не радовать. Ну, баллы хорошие. Мне самое главное все это дело сокращать. И я уже 70 взял. А при этом у меня, как бы, по скорости это печально все. А, у меня стабильный 37 держит. Прикинь, как будто у меня полный привод. Так. Ну, если будет 75, я считаю, что хорошо отыгрался. Это уже прям достойно, ребята, внимания. Высота тут лютая. Посмотрите. А я беру 75 и еду уверенно дальше. Медленно, но уверенно. Немножко шлифую, конечно. Ну, все, да. Да, все, закончился. 75. Достойно, ребята. Тем более скорости, что как таковой, не было. Вот такие показатели, пожалуйста. Я на Димке. Где-то. На невидимом. Так, две машинки у меня будет. Ты выше, поэтому три. Все верно, ребята. Так, и напишите в комментариях, ребята. А какую марку машины вы в реальной жизни любите? Вот прям вам нереально нравится. Допустим, прям вот тащитесь вы от них. У меня такая марка, наверное, Кёнигсик будет. Мне вот очень сильно нравятся реально машины. Ну, и Бугатти плюс-минус. Не, Бугатти, наверное. Л-217 под капотом, то есть быстрее Титана. Но Титан полноприводный, ребята, и с хорошей подвеской. Поэтому на это только акцент. Ну, говорю, полный привод. Без проблем вообще. Ну, я... Колеса еще такие. Ну, начинаются первые проблемы. Я очень сильно надеюсь, что он не будет шлифовать. Эй! Эй, аккуратно! Ты что делаешь-то? Расстояние держи, скорость мне все подрезал. Так. 65 минут. Вообще, зачем я нафига ты меня подрезал? Вот это вот самое интересное. Так. Ну, можешь по новой заедать. Ну, я потерял скорость, наверное, мне кажется... При этом я тебя ударился, и от тебя еще тормозился. Прикинь. 65, Ниссан сдох. Но это не тот, конечно, Ниссан, который я думал. Титан. Да, 80. Отличные баллы, ребята. Машина из будущего проехала неплохо. Несмотря на аварию, что странно. Ну, окей. Ну, и, ребята, опять маленькую кропальку баллов я отыгрываю. Нужно что-то прям зверски быстрое. Гранта вообще зверски быстрое, я понимаю. Вот такое. Так. Может, второе чем хорошее. Так. И Субару. Какая-то БРЗ. Что за БРЗ-шка? 169. 127 гранта. Это, да, это не считается. Так. Драгстер, ну, обычный. И какая-то... Что это? Это Леха. Ну, выбирай. Выбирай. У меня Субара не особо интересная. Такая себе. Драгстер. Ну, логично. Поехали. Хорошо, что это не прям Драгстер-Драгстер. То есть, по сути, это типичный Додж-Челленджер Маслкар, который есть. А есть еще, ребята, Драгстер Эдишн у нас такой же. С большими колесами сзади. Вот тот быстрее раз в пять, наверное. Ну, хотя и это неплохо загнался. Скорость. Ну, у меня по скорости такое. Субара вообще, по идее, полноприводная должна быть. Ой-ой-ой. ВРС что-то прям задыхается, я смотрю. 50. Прям тяжеловато. Давай, родная. 55. Давай, давай. Блин, мне так нравится. Красные очечи такие. Хотя они должны быть золотые. 50. Внутри даже не слышно, что движок работает. Прикольно. Так. Давайте вот так смотреть. Вон, Димку хотя бы видно. 65. Взял? Мне кажется, ты на линии прям не взял. 60. Не, я не взял. 65 не взял. Так. Ну, окей. А я зацеп поймал, прикинь. Вот что значит полный привод. 65. Я прям зацеп поймал. Прям значит, звук движка даже изменился. 75 стандартные. Ямал полный привод. 70. Слушай, они плохо тащат. Прикиньте. Изначально ехал медленно, зато поднялся. 74, 73. Немножко прошливовали колеса. Полный привод, ребята. Полный привод работает. Взял. Взял дальше. Это 80. Еду. Тут уже, наверное, жестко. Тут уже скорости не хватило. Зацепа, это, конечно, хорошо, но скорость тоже нужна. Прикинь, 80 на обычное WRX Subaru. Ну, как говорится, не зля Колин Макрей когда-то на такой катался. Хорошая тачка. Максимально интересно. Думаю, вы такого не ждали, не ожидали, ребятки. Три машинки. Моя, как говорится, очередь спаунить. Так, яхты и не яхты. Это что, это стандартная тоже. Что-то под тачком у тебя прям. Так, раз, два, три. Так. 184 плохо. 181. 180. А у меня, а у меня такая же фигня. Вот как-то так. Так. Ну, я не доверяю Бэхе, ребята. Бэха какая-то странная. Поэтому, ну, попробуем Галларду. Ничем не выдающуюся одну из самых плохих. У тебя, в принципе, тачка тоже такая себе. Поехали. Это что, это Морган или этот? Нет, это Ростурман такой прикольный. Да, ДБ какой-то у них, в принципе, вот этот перед узнаваемый. Ну, я быстрее тебя на максимальную скорость, типа, ну, такие себе, 190, ну, куда вообще? Просто куда, и зачем, и почему? Медено. Скучно. Давай, третье дыхание сразу. Пять я взял, блин. Как говорится, катаемся на том, чем есть. У, у нас разрезка 140 упала, 120. 100. Понимаю. Что? Ну, у меня плюс-минус едет. Плюс-минус едет, я прям вижу, как у тебя тяжко. Так, давай. Ребята, баллы приносят тачки только, которые имеют хорошую цепуху, которые едут. А если ты получаешь даже 75, это уже хорошо за раунд. Это прям солидные баллы. Отыгрываться здесь крайне сложно. Так, 55. Смотри, тебе вообще плохо. Прям медленный ты. Слушай, а у меня тоже зацеп какой-то интересный. О, у меня баночка дефицитной. Кока-колы лежит какой-то. Да. О, слушай, а прикольно сделана тачка. Так. Ну, я еду 75 взял. Серьезно? Да, ползет Димка там. Но у меня машина, к сожалению, сдохла. 75. 75 беру, братка. И все. И все, что ли? И все. Ну да, плюс-минус машина. Ребята, 75, смотрю, с чиповкой берут. Ну, плюс-минус нормально. Ну, ладно. К сожалению, не отыгрался. Боевая ничья. Ребята, боевая ничья говорит о том, что у нас по три тачки на спаун. Ну, Зенва, спасибо. Это потенциальная сотка. Если получится, да. Да, надо попробовать это сделать. Короче, понятно, что все остальное мне не особо интересно. У тебя Панамера интересная какая-то. Мерседес и Мерседес. Это что? Это Майба какой-то странный. Так, окей. Это СЛ-65 вроде. Или СЛ-65 что-то такое. СЛ-65. Так, окей. Пробуем, ребята. Зенва 100% доедет до конца. Даже с чиповкой, я уверен, на 1000% что-то доедет до конца. Вопросы только, можно ли засейвить. Мы можем немножко вылететь. Главное, чтобы машина, короче, приземлилась на платформу. Но проблема в том, что немножко вылетит. Еще постараться надо. Потому что скорость это... Ну, слушай, а скорость-то реально жесткая. Так, окей. А ты не сможешь. Тебе говорят, когда... Ты, я, короче, начинал тормозить на 80 уже. Ну, у тебя скорость была лютая. У меня скорость намного меньше. Вот видите, ребят, переезд какой. Слушай, а я, может, и заеду. Так, ты полуешь. А, я понял, о чем ты говорил. Она сюда улетает, да. Внутрь улетает. То есть, короче, это, ребята, не работает. Поэтому, как бы, ну, сразу смысла нет. Переделать дугу тоже не получится. Потому что она из вот таких, вообще-то, панелей, которые, ну, не подгонишь. Поэтому предлагаю тебе в том раунде дать сотку. И себе тоже сотку нарисовать. Потому что, ну, чисто физика не даст. Добавься на 10 на монтаже. Да нет, я не забуду. В любом случае, слушать буду. Так, а ты ползешь. 75. Неплохой зацеп. Хороший Мерседес, ребята. Ползет, ползет, ползет. Может, все уже? Может, хватит тебя? Позер ножку. Ну, все, шлифует. Да, неплохо. Неплохо. Хороший подъезд. 80 непосредственно баллов получил. Ну, все равно хорошо. Чувствую, ребята, если будем снимать следующую серию, нужно сделать спаун 2 к 1. То есть, то выше 2 тачки, проигравшие одну. То есть, так больше шансов будет покататься на фуфлемецинах. У меня тоже мопед. Кстати, мопед, у которого под капотом 267. Это если он. Слушай, а по приколу-то можно реально прокатиться? Это же он? А, нет, это не он. Так, я не буду брать его. Так, это плохо. Я долго не думаю, беру, ребята, полноприводный внедорожник. Это очень хорошая машина. И быстро поехали. У тебя чоппер какой-то, да? Или что это? Он из реальной жизни или стандарт? Смотри. Не знаю, но возьму. Понимаю. Так, ну, у меня хороший полнопривод, ребята. Хороший 4х4 внедорожник. Тахома. Это Тойота вроде. Давай, 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 давай. 163. Кстати, как себя байк поведет, никто не в курсе. Мне кажется, что ты в один прекрасный момент просто приедешь и... Ну, упасть не упадешь, наверное. Просто остановится, типа. Что-то такое, наверное, думаю, будет. Ну, скорость сотка. 45 беру. Ну, у меня на полтиннике скорость 106. Зацеп пошел. Ладно. На низких передачах, ребята, на первой, на второй. Зацеп прям лютый. Ну, у меня хорошо. У меня есть зацеп, ладно. Я уже успокоен здесь. Ты прямо очень медленный, смотрю. Что это? Ну, у меня постоянно... Матонировка. У меня там стекла прям такие себе. Так, 70. Уверенно, медленно. Но движемся вперед, ребята. Так, вижу тебя. Да, пересек линию. Я так понимаю, что 70 это средняк, то есть для большинства машин. Давай, 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 давай. Не взял, не взял. На линии. 75 всего лишь баллов, ребята. Хотя добрался как можно выше. Едет, едет 75. Вот здесь уже начинались у большинства машин проблемы. Первая. Так. Едет. Нифига себе. Вот это зацепа байка. Взял 80. Вот это интересно. Первая пошла. Перегазовал, перегазовал. Я удивлен, что ты не упал, то есть назад, понял, не отслаиваясь от поверхности. Заехал. Или не заехал. Ну, блин, я считай заехал. Заднее колесо не видел, да. Но я так же остановился, тоже не пересек. Короче, да, да, 85. Но у меня еще может быть рассинхрон, но, видать, по твоей реакции ты не заехал. Ну, такое ощущение было, когда заднее колесо чуть-чуть не доехало. Ну, в целом, ребята, байк очень сильно удивил. Это жесткий подъем, это выше, чем я, поэтому неплохо весьма. Продолжаем, ребята. Еще несколько раундов будет. Может быть два, может три. У меня доджик. Плюс-минус вроде неплохой. И ланзер 2000 сил. Ёпа, мать. Вот кого я не ждал, так это тебя. Это, ребята, пушка. Ну, такое себе. Ребят, просто чекайте скорость, пишите в комментариях. Я просто... 500. В гору, ребят. В гору едем по дуге. 600. Вообще похер ему. 700. Серьезно? 700. 80. 90. 800 почти. Е-мать, я улетел, братан. Ёшкин-кошкин. У меня... Серьезно? Что? Ты где, ёпта? Типа на 60, короче, я соскочил. Серьезно? Я, Ема, улетел, ребят. Посмотрите. Всю карту видно, как на ладони. То есть, что ты понимал, я в высоту, наверное, 10 дуг улетел вверх. Я просто специально до конца до талого оставил. О, возвращаюсь, падаю. Интересно, обратно приземлится лансер на дугу или нет? По логике вещей же, которая пуля или, в общем-то, снаряд какой-то выпущенный вверх, прямо по 90 градусов, он же должен вернуться где-то рядом и упасть. Попаду или нет? Следственный эксперимент. Ну, слушай, вроде попаду. Так. Взорвется или нет? Второй вопрос. Прямо задница летим. Ну, слушай, попадаем. Попадаем. Емать. Чисто где я ехал, туда я прилетел. Как говорится, этот миф подтвержден неплохо. Вообще жестко. О-о-о-о-о-о! Гучи флиф-флап. Ладно, я пошел отсюда. Да, ребята, лансер 2000 машина на все случаи жизни просто. Так, у тебя плюс-минус неплохой дроп. У меня, у меня, у меня, у меня хорошая рыска, да? Это... Та-та-та? Не та-та-та. А-а-а, 164. Серьезно? 196 у Порша. А-а-а, ну, давайте рискнем, дадим Поршику шанс. У тебя Феррари. Поехали. Давай, полегай. Так. Ну. О, что? Да, что-то я тебя обгонял, обгонял, ты переключил передачу и дальше поехал. Это было неплохо. А-а-а, сейчас ты. Чего? Что за бред? Да-да-да-да, максимально странно как-то было. Так, ладно, поехали, поехали. Но у меня скорость не теряется, то есть можно переездить, конечно, какие-то проблемы. А-а-а, 190, не, нормально. Я прям ровненько еду. Ну тут вообще чил, ребята, полный. Песенька играет. Доктор. Инк. Чего? А-а-а. Х-э-сэ. Блин, ребята, напишите, что за песенька, я рулить должен. Я по нолику проехал от циферки 80. 70, всё, я всё, 70. Ни хера, 85. Вот это Порш. Вот это Порш. Вот это дал-дал, ушёл. Весьма-весьма неплохо. Ребята, я предлагаю сделать ещё один финальный заезд. По баллам всё очень хорошо. Типа я два раза до сотки добрался, Димка один. Но, тем не менее, как говорится, баллы-то основные на короткие идут. Поэтому финальное испытание, и кто победит, мы узнаем через пару мгновений. Ну что ж, ребят, погнали. Выдалил я тачки, которые до этого здесь оставались. Три машинки у меня, опять-таки. Ой, ёпта. Опять он. Ёпта. Что там? Господи, что это было с голосом? Так, у меня ламба, ребята, неплохая. Но проблема ламбы в том, что она как машина-рампа. А, 188, а здесь 175. На удивление, это будет вот так вот. Поехали. А, опять он. Но опять он. Неплохо. Неплохо. А что у нас здесь? Ема классика. Лотус это, кстати. Вот такой прикольный. Слушай, а как бы... Ей, это доброт на лотус. 202. Так, а у тебя, может, до скоки доезжал? Что-то я не помню. Если это прям такой же, то тут же и доедет. Ну, он точно такой же. Абсолютно. Ну, значит, оттуда же должен доехать. Так, ну, у меня максимально странная тачка. Максимально похожа на какую-то копейку такую. Типа, Европа Эдишн, так сказать. 55. Попёрживает. Ну, типа... Классика. 55 тоже. Так, 60. Ну, я так понимаю, я где-то вангую 75. Возьму, ребята, и остановлюсь. И у меня зацеп пошёл на этой тачке. Она полноприводная, что ли? Э-э-э, 60, а. 70 вообще на изи лечу. 75 будет. Нифига себе. Удивляет меня ведро это этот. Вообще изи 75 взял. 80 будет. Будет же? А не будет. А не будет. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило, ребята. Ну, неплохо. 75. Мерседес. Ну, плюс-минус так же ей. Да, это тот же самый. Только я не помню, сколько было. Так. 80 есть? 80, да. Значит, 80 и в тот раз было. Ну да, всё тяжело. Короче, здесь ты балл себе забираешь. Что ж, ребята, подъём по дуге прям максимально прикольный. Сегодня был как минимум лансер 2000 сил, который улетел в Стратосферу. Это было максимально прикольно. Поэтому топите лайки. Не забывайте, конечно же, писать хэштег Дуга, чтобы выходили следующие серии. Всем большое спасибо за просмотр. И пока-пока. Пока, ребят.